Приветствую, друзья! Представляете, там на канале Телеграм у меня. Кто не подписался, там зайдите, подпишитесь. Все ссылки же здесь под роликом. Так вот, идёт дискуссия. Какой нам сделать правильно логотип для метода ключа и школы Человек Будущего, Homo Futurus? Так, этих логотипов у нас очень много. И там надо предлагать свои варианты, по цвету и так далее. Но у нас Сорокин Николай затеял эту историю. Константин Михайлов ему подсказывает, как лучше сделать. Сунцов присылал свои логотипы. И вот ещё Дарьякова мне тогда подарила. Видите, какой интересный ключ? А здесь вот Сунцов присылал. А вот ещё у нас магнитики такие были. Вот, Homo Futurus, питающие. Да, очень много разного. Очень много разного. Друзья-то у нас в школе Человек Будущего очень творческие. Да, друзья? Магнитики разные. Вообще, вообще, да. Вот теперь послушайте меня внимательно. Дело в том, что это очень интересный логотип Герадика, потому что наша школа известная в мире. Много лет она существует. Человек Будущего Homo Futurus. В Болгарии даже издательство Homo Futurus, название, которое я подарил своим друзьям, много книг выпустил. Из моих книг начинало в своё время. Четыре книги на болгарском мои вышли тогда. Я дружил там с замминистром иностранных дел Василом Байчевым. А его семья сейчас вот это издательство ведёт. А Сапка Байчева была иностранным международным журналистом. Да, потрясающий журналист. В своё время я был 33 плюс 1. Это когда вот международные журналистки собирались и с кем-то беседовали. С одним. По центральному телевидению. Я там был однажды в качестве этого одного. 33 плюс 1. И после этого я сразу был приглашён и в Польшу поработать. И я в Польше работал. Там у меня книжка тоже вышла в своё время. Не я там писал, а издательство. И там видеоматериалы вышли, как я и с монашками работал, которые опекали детишек, которые и с заиканием, и в различных приютах. Ну, большая история за этим всем стоит. Это не просто логотип. Ну, представляете, вот у Брежнева были золотые звёзды в огромном количестве, а у меня эти логотипы. Потому что Брежнев тогда перешёл в режим застоя, а школа «Человек будущего» как раз к будущему, к рассвету. Вот что интересно. И что я ещё хотел сказать. Предлагайте свои варианты. Там вот в Телеграме, пожалуйста, дискуссия идёт. И вот что я ещё хотел сказать, друзья. По поводу целебного ролика. Ну, всё время мне приходится подсказывать, где он находится. И поэтому я Феде нашему позвонил, Макарову, с которым мы делали книгу. Десять лет делали книгу. Национальная идея. Генератор будущего. Манифест. Которая издательством Редера выпущена. Ну, кто не видел, посмотрите. Издательство Редера. Генератор будущего. Хосе Алиев. А ещё я позвонил Феде нашему, Макарову. И сказал, слушай, Федя, давай, может быть, поможем всем тем, которые не знают, где целебный ролик находится. Или, допустим, они не знают новички, которые приходят, о том, что их несколько целебных роликов. Целебный ролик. Целебный ролик номер два. Супер целебный ролик. И другие. Давай всех их соберём в один пакет. А я между ними сделаю такую расстановку по определённому алгоритму. И каждый человек, кому лень копаться на нашем YouTube-канале, искать эти ролики про целебный ролик, тем более, как я сказал, их несколько, и они с разных сторон высвечивают методику волны и ключевого дыхания, которые позволяют человеку выйти из транса, стресса, прийти к себе, прийти к себе. Ну, это же ключ. И целебный ролик посвящён одному из методов большой системы ключ. системы духовного и физического самосовершенствования. Как йога. Как йога. Так вот, йога же это и есть система духовного и физического совершенствования. И поэтому у меня ещё одна идея возникла. Друзья, дело в том, что у меня в своё время был в гостях, это было очень давно, когда мы дружили ещё с известным профессором Шишовым, а его нет, к сожалению, уже. Годы прошли. А Шишов был антикризисным менеджером. И Шишов был вообще, он и математиком был, он же предсказал, какой кризис будет у нас через годы. А ему никто не верил, потому что не слышал. А это столько лет назад было. Он предсказал. Он меня познакомил в своё время с зампредседателем Совета Министров в Чувашии. И мы с ним дружим до сих пор с Волошиным. Да. И много там провели в Чувашии занятий практических. И он же познакомил меня там с министром здравоохранения в Чувашии. Мы дружили. И вот вы представьте себе, что как раз-таки некоторое время назад мы начали взаимодействовать в Чувашии по интернету с нашим учителем, учитель в школе. Да. Ну, вы догадываетесь, да? Мы много сделали роликов вместе с ним. Ну, посмотрите. Мы завтра тоже будем делать этот ролик, и вы сразу узнаете, о коме говорю. Как он использует метод ключ синхро-гимнастику в своей семье и с учащимися. И они получают эффект хороший. Так вот, возвращаясь к Шишову, я вам хочу сказать, что это был необыкновенный человек, профессор Шишов. И он меня познакомил тогда еще с одним йогом. Йога приехал в Москву, йога была... Ну, он был бизнесмен, крутой-крутой бизнесмен этот йога, но он занимался йогой, потому что он был из Индии. И этот бизнесмен, который дружил с Россией, приехал из Индии в Россию, попал ко мне в Центр защиты от стресса. И когда я ему показал приемы левитации и диорефлекторные приемы, когда у него руки пошли, он от удивления сразу и воскликнул. О, новое направление йоги! Я говорю, нет, это ключ! Короче говоря, я еще придумал вот что. Давайте, друзья, вот мы с Шейлой будем делать вебинар в следующий четверг ориентировочный. И там мы покажем кое-что. А сейчас я придумал следующее. Я сделаю специальный курс для тех, которые мне постоянно в комментах спрашивают о йоге или спорят по поводу йоги. Что лучше, йога или ключ? Ну, что тут спорить? Если сам йог сказал, причем выдающийся человек, который знает йогу, сам йог сказал, что это новое направление йоги, а я говорю, нет, это ключ. А я все время пишу в книгах во всех, что добавляя ключ к любой системе в сочетании с любой системой, будь то йога, цигун, кунг-фу, иглотерапия, будь то аэробика, будь то расстановки, будь то обучение плаванию, обучение какому-то искусству, рисованию там, ну, не важно какой деятельности. Если вы добавляете ключевые приемы, в 3-4 раза эффективность деятельности возрастает, потому что ключ – это раскрепощение, это снятие нервномышленных зажимов, это освобождение сознания от блоков и освобождение тела от блоков, это выход человека на творческое состояние в любой момент и в любое время, когда он хочет это сделать. Сначала он делает это вот так вот, как бы по курсу с помощью упражнений приемов коротких, подбирая их для себя лично, по критерию максимальной простоты и максимальной комфортности для себя. А потом он уже делает это с помощью навыков. Ему уже упражнения не нужны, когда он там в любом месте и так далее. Он же не будет там делать эту синхрогимнастику. Так вот, друзья, я такой курс тоже сделаю. Я такой курс тоже сделаю. И кто захочет, мы с Ведей поговорим еще раз на эту тему. Значит, два курса. Первый курс мы сделаем по целебному ролику для желающих его приобрести. А второй курс мы сделаем по йоге. Чтобы споров не было, ключ лучше или йога лучше. Потому что ключ на самом деле это более современный. Которая повышает эффективность йоги. Поэтому какой-то может быть спор. Все энергетика сплошная. Потому что это современное. Тогда, когда йога создавалась тысячи-тысячи лет назад, не было ключевых действий. А сейчас есть. Потому что я на это тоже потратил. Лет пятьдесят, не меньше. Я, Шейла, моя дочка. А Лен, мой сын. С детства этим занимались. Слушайте, это все очень увлекательно. И вот поэтому, представляете, что вас ждет очень интересное, полезное мероприятие. Скоро будет объявление и по вебинару, и по курсам целебного ролика, и по курсу йоги. А курс йоги я подумал, может быть, назвать, знаете как? Хасай йога. И где-то там добавить ключ. Тоже будет новый логотип. Хасай просто звучит хорошо. Хасай. Да, это мне сказал один человек. Он сказал, это мой друг Петя Безберги. Сказал, он говорит, хасай, там все так равновесие, гармонии. А японец один, доктор Накамадсу, который был моим гостем три дня. Самый великий изобретатель, доктор Накамадсу, известный, который занимался здоровьем, творством и долголетием, который сделал изобретений больше, у него на визитке написано, чем, ну, самые такие большие изобретатели, даже не буду их имена называть. Ну, короче говоря, доктор Накамадсу сказал, что имя Хасай. Я его спросил просто для интереса. Что это означает? Он сказал, по-японски это означает свет, идущий сверху. Так вот, я хочу вам сказать, в каждом имени, и в вашем имени, и в моем имени, и в имени нашего соседа, всегда есть нечто, какая-то изюминка, о которой он даже не предполагает. Да-да-да-да, имя очень много сильно значит для человека. И не дай Бог, когда вы встретитесь на улице со своим старым приятелем, привет-привет, как дедушка, как бабушка, как сыночки, а и другим именем назовешь. Это очень обидная история. Поэтому женщины у нас, они всегда помнят. И дни вашего рождения, и все праздники. Они же берегини. Я это к чему говорю? Вот дочка моя, Шейла, она мне 3-4 дня говорила, папа, погоды изменились, стало резко прохладно, ты включи печечку. Потому что батареи же еще не включили. А я все отмахивался. А вот вчера включил печечку, и думаю, что же я Шейлу раньше не послушал. Оказывается, у Шейлы, как и у всех, дочерей, у мам, сестер, бабушек и так далее, есть одно преимущество, которое недооценено. Они берегини, они заботливые. Да, друзья? Поэтому будет очень интересно. Итак, кто хочет поучаствовать в конкурсе по логотипам, переходите на телеграм-канал, там смотрите тоже, и на ютуб-канал подписывайтесь, друзья, потому что и там, и здесь будет интересно, и там, и здесь не всегда одно и то же. А там есть кое-что, чего здесь нету, а здесь есть кое-чего, а чего там нету. До встречи!